Согласно статистике, ежегодно человек выбрасывает треть от всех купленных продуктов на помойку. Впрочем, есть отличный способ сохранить еду, и для этого не понадобятся никакие добавки и консерванты. Достаточно просто положить продукты в морозилку. Мясо, рыбу и птицу нужно обязательно хорошенечко упаковать таким образом, чтобы ничего не подтекало, потому что, находясь в морозилке длительное время, продукт может терять влагу. Для этого подойдут зип-пакеты или пищевая пленка. Кстати, мясо и рыбу, а также птицу можно разрезать на порции и упаковывать вот в таких небольших пакетиках. И не забудьте указать дату замораживания продукта, так будет проще ориентироваться на срок хранения. Практически 80% всех фруктов пропадает только потому, что мы не успеваем их вовремя съесть. Но эту печальную статистику можно изменить, просто замораживайте их. Причем замораживать можно практически все фрукты, и они точно дождутся момента, когда вы используете их в десерте или смузи. На самом деле замораживать можно и уже готовую еду. К примеру, то, что осталось после ужина или после обеда. Самое главное правило – остудить блюдо до комнатной температуры. Наверняка многие заметили, что мы склонны и покупать, и готовить больше картофеля, чем нужно. Из-за этого примерно 20% картофеля мы просто выбрасываем на помойку. Вместо этого лучше заморозить готовый картофель. Это касается и жареной картошечки, и пюре. Заморозить можно и сырой картофель, но предварительно его нужно отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Когда он вам понадобится, оставьте его размораживаться на ночь, а потом обжарьте. Каждый день по всему миру пропадают тысячи несъеденных ломтиков хлеба. Возьмите себе просто за привычку замораживать хлеб ломтиками или целиком буханкой. Но ломтиками удобнее, потому что хлеб можно будет поджаривать, не дожидаясь, пока хлеб разморозится. В любом случае, хлеб на вкус будет так же великолепен, как и в свежем виде.